Книга «Открытый моком», 13-й том. Тема «Потеряевка», вопрос 2817. «Выдают ли в деревне своим жителям или в школе характеристики, и отличаются ли они от характеристик, выдаваемых вами в лагере Стане?» Отвечает Игнатий Тихович Лапкин. «Выдают по потребности, а уж насколько отличаются, это сами судите. Но к их характеристикам мы бы могли немало добавить их анализа, их поступков, поведение, духовное рассмотрение, тогда получится шире и интереснее и много полезнее. Но нас не просят помочь им с характеристиками. Характеристика Наимчук Людмила Анатольевна, 1976 года рождения. С 1 сентября 2003 года работает в филиале Корчинской средней школы, которая находится в поселке Потеряевка, Мамантовского района. С первого дня работы зарекомендовала себя как специалист, одаренный учительским талантом. Строгая к себе и другим, пользуется авторитетом у детей и у педагогического коллектива. Людмила Анатольевна имеет великолепные организаторские способности, добрая, отзывчивая, аккуратная и исполнительная в работе. Методически правильно давала уроки, не останавливаясь на достигнутом. Искала новые подходы к обучению. С особой любовью проводила уроки музыки в нашей школе, обучала детей пению и игре на фортепиано. Много времени уделяла неклассной работе, организовывала все торжества, проходящие в нашем поселке. Рождество, Пасхо, День деревни и другие. Педагогический коллектив считает, что такие учителя, как Людмила Анатольевна, являются украшением нашей школы. 16 июня 2005 года директор школы Шишенина Тен Ян. Характеристика Глушковой Анастасии Игоревны, 12 декабря 1993 года рождения. Проживающий по адресу Алтайский край, Мамонтовский район, поселок Потеряевка, улица Марии Лапкиной. Дом 9 совместно с родителями. Глушковым Игорем Валентиновичем, 1964 года рождения, Глушковой Галиной Валентиновной, 1962 года рождения. Двумя братьями и четырьмя сестрами. Анастасия очень трудолюбивая, помогает по дому, водится с младшими детьми, убирает комнаты, моет полы, обрабатывает огород, ухаживает за домашними животными. Девочка болеет редко, состояние здоровья хорошее, общее развитие соответствует возрастному уровню. Настя читает хорошо, программу третьего класса усваивает лучше всех в классе. К учебе относится старательно, серьезно, любит учиться. Лучше справляется с предметами гуманитарного цикла, русского языка, природоведения, чтения, где требуется воображение, творчество. При обладающей оценке 4.5. Большой интерес проявляет к книгам о природе, увлекается классической музыкой, занимается на фортепиано. Анастасия принимает активное участие в общественной жизни класса и школы, любит декламировать стихи и песни, проявляет инициативу и самостоятельность при подготовке утренников. Анастасии присущи такие черты, как целеустремленность, честность, скромность. Может постоять за себя, умеет активно отстаивать свою точку зрения. В семье преобладает авторитарный метод воспитания, так как глава семьи и отец, дети воспитываются на примере своих родителей. В школе послушно, на замечания взрослых реагируют адекватно, вредных привычек не имеют. Характеристика 3-го А-класса филиала Корченской средней школы. Класс состоит из трех человек. Два мальчика, одна девочка. 1992 года рождения, 1993 года рождения и 1993 года рождения. Состав класса разновозрастной. Познавательный уровень класса средний. Русских Алексей остался в третьем классе на повторный год обучения, так как не усвоил своевременно программу по русскому языку и математике за третий класс. Оба мальчика из неблагополучных семей, так как родители выпивают. Класс вытягивается за счет Глушковой Анастасии, которая занимает активную позицию в учебной и общественной жизни класса. Межречные отношения в классе нормальные. Дети друг к другу относятся доброжелательно. При проведении общественных мероприятий держатся вместе, болеют за свой коллектив, любые поручения выполняют безотказно, работать могут только под руководством старших. Навыками самоорганизации не обладают, распределять между собой работу не могут, на переменах держатся вместе, слушают друг друга, в классе сформированы ценностные ориентиры, одобряют собрасть, подготовку к уроку, хорошее учебное поведение. Ребята умеют выражать свое одобрение в форме похвалы, умеют прощать друг друга. Небольшие простудки, недовольство выражаются редко. Дружеские отношения поддерживают только в школе, так как живут далеко друг от друга. В пределах школы внимательны, стараются выручать друг друга в трудной ситуации. Благословны к недостаткам своих товарищей. Актив класса состоит из одной ученицы, двушковой Анастасии, которая пользуется уважением среди одноклассников, умеет позитивно на них влиять, показывая собственным примером. Для сплоченности такого коллектива возможно проведение классных часов на тему, умеем ли мы дружить, недостатки другого, как я к этому отношусь, проведение спортивных игр, где вырабатывается чувство ответственности перед командой, чувство коллективизма. Индивидуальная работа с каждым учащимся, беседы о терпимости друг к другу, умение понимать ближнего, взаимопомощь и прочее. У Бога есть любимчики свои, не осуди Господь, но это так, ты им подкладываешься доверху налив, все самое святое натощак. Любим Адам, ему такой подарок, совсем раздетая и вкусная жена, засыпал милостями, отдавая даром, Адам сам гол, откуда же казна? Владилась, блеяло у Авеля в загоне, а рядом Каин злой и задыхался, любимец жертва, как на месте лобном, а брат перед зеркалом поправит красный галстук. У Авраама жизнь вся на колесах, любимого создатель гонит спешно, соседи Исаака лупят хлестка, и сыновьями явно не утешен. Иаков земледелец и любимчик, обманщик оказался сам обманут, не кто-то, деточки не раз его освищут, как ноя пьяного обчистят до кармана. Клубятся тучи, здесь шатрей Иосиф с нам удивляется, не сохраняя тайну, его звезду в колодец братья сбросят, снопы поклонятся ему, тот час настанет. С Давидом вместе воспевать готовы его псалмы, не миллионы, больше, среди падений и гонений всюду с Иеговой, ковчег он тянет, как ломовая лошадь. Любимчик Иисуса Иоанн, ему и рыба крупная в нагрузку, он с Моисеем выполняет план зазвать вселенную на путь спасения устней, любимым стать. Но спрос таких велик, их любящий переплавляет часто, отменным стать вином он повелит, в его объятиях не задохнись от счастья. 16 сентября 2005 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин